всем привет 6 ноября пивная пятиминутка илья ну что обещал вятич пожалуйста вятич это вятич который привезен непосредственно с пивоварни там магазинчик при пивоварни октоберфест у нас он не продается поэтому мне пришлось из кирова его вести в пельм открываем показать забыл найти сфокуситься об вот красная октоберфест вятич вся херня фирменная крышечка зеленый ну кто и не знает у кого продается вещь в этом плане они стабильны они еще не перешли как многие на на простые пробки никогда за нас не доезжал октоберфест но пипец какой то я причем коллекционирую пиво этикетки где написано октоберфест у меня отдельная коллекция для этой тематики и вятич никогда не приезжал хотя рядышком живут мастерство с 1903 года они из 908 903 странно так как тоберфест у нас светлое живое пиво ну вот живое закрасили октоберфест вот слово живое то есть за е жизнь у нас свое прочтение в общем шестерка соктоберфеста пиво арена навы конечно вопрос наверно позадавала элитное мастерство так имперское выдержанное ну да тут пришлось же полгода выдерживать не два не две недели хотя чё наговорю навете сказали что минимум 30 дней самое простенькое пиво выдерживают представлять минимум а тут он сушь не слухи а люди такие блин до три дня и погнали недели и все и на разлив минимум месяц пиво светлое фильтрованное не пастеризованное мне чё блин немцев взять чтобы давайте-ка немцев возьмем дать полю полон фильтрованное пастеризованное но ладно мудалевая уже не дотянусь но этот полонер смысла нет убрать он тоже будет пастеризованное но я думаю стиль октоберфест она же мартин мартская но пастеризуется а выйти короче хер забили такое ощущение что карамельного солда бахнули потому что но не такое но карамельное было насколько я помню хороший цвет конечно насыщенный давайте состава вода питьевая сол пиво ничменный светлый хмель продукты вот и все смотрите бутылка 0 5 нихуахуахуахуахуахуа розы в 13 0 9 и и мое прям свежачок по алкоголю 5 и 4 на 14 плотности это хорошо это прямо будет хорошо но октоберская че там марцины 5 с копейками начинаются то есть принципе по стилистике идут вот так твою мать ну почему но почему почему все запел жизнь сказка влять жизнь песня угадайте чем пахнет региональной сценины кстати где-то там карамельный солод вроде угадываются но так для цветности но что-то вроде дал но это все конспирология на самом деле все не так ну блин стритку она темная короче пахнет опять же региональной сценины то ли плохим солодом то ли плохим мелем я не знаю чего у них проблемы там сука это чё я вот должен целую неделю да вот это вот дегустирует вот такое да целую неделю на что я подписался вот знаете на самом деле вот мне вот серьезного на данный момент выбирая из двух зол я имею ввиду то что перестали подписываться просмотров мало а второе зло это пить вот это региональную хрень но я еще не пробовал на аромат то точно это сразу минус вот и выбирая из двух зол типа пить крафтовая кому который никому не интересно и все и там типа все хуй забить на канал и вот между этим знаете чё я выберу вы знаете что я выберу я выберу пить вкусное пиво это точно не регионалы я выберу крафтовое пиво потому что ну целую неделю вот такое потреблять это такое себе удовольствие на самом деле знаете почему я выберу именно вот крафт и вкусное пиво да потому что второй пункт это вот подписчики и беготня это не про меня вот этот канал это мое хобби и я просто я хочу наслаждаться пиво мне пофигу подпишется не подпишется поэтому вы никогда от меня не слышишь подпишитесь поставьте лайк блять ну про комментарии я пишу потом говорю потому что как бы это интересно послушать людей по поводу комментарии это комментарии подпишитесь поставьте лайк это продвигает канал это поможет каналу блять аналу вот такой херня не занимаюсь потому что это мое хобби она мне нравится это прямо даже уже не хобби это наверно какой-то с такой смысл жизни вот это вот все пробовать поэтому я вот больше отдаляюсь от такого и все больше у меня превалирует крафт и вкусное пиво да в крафте тоже попадается конечно говнище но просто октоберфест сравнить пить зачем я опять нюхнула а сравни с тем же левин браун я дегустировал вы видели это все хобброй пау ланнер все это дегустировал это было на канале и вот сравнить вот это с тем но это кощунство просто кощунство это небо и земля я короче того труба шитал честно слово но все я пытался максимально оттянуть этот момент пробует и все равно придется а вдруг это вариант как я говорю из бутылки то есть ты не нюхай открыл и из бутылки пей давайте ваше здоровье мое надеюсь тоже меня не оставит ну солдова чуть-чуть карамель на солдова они всего все-таки его туда бахнули вот чуть-чуть для цвета и он все-таки они видимо не ожидали он дал дал еще и и вкус почему-то карбона мало не карбон идеальненько хорошо ну-ка еще раз слушайте а мне скажем глотком все больше нравится алкоголь не чувствуется хотя могли мне на первом глотке осторожным показалось что чё-то вот промелькнула но нет но запах блять это короче этот вариант из бутылки лучше его нюхать нахуй или вот пить вот из кружки широкой там советской водой да если у вас такой нету а нахуй она вам нужно они стоят полтысячи минимум просто пьете из своей какой-то кружки которую у вас есть чайная я не знаю подойдет насколько там там наверно тоже выдыхается но но чем шире вот вот это вот горлышко у кружки тем лучше что аромат вы не чувствовали вы просто пьете и вам хорошечно не он сбалансирована хорошо но вот аромат пизду такие подарки ну-ка вот сейчас смотрите да без аромата и карбона больше чувствуется она ровненько и нормальное пиво но из бутылки я не знаю как так получается пиво варен что вообще нюхать невозможно а вот и старый пойдет тем более еще бы сейчас какую-нибудь закусочку опять как вчера сухарики я думаю их хорошо бы улетела что-то у меня по закуске есть но я особо сюда не притащил а я в петличке так же никуда не попрость за ней вот такой вердикт все о хмель что я отрыгнул немножко хмелем я почувствовал хмелек все на этом будем закачивать поэтому не болейте берегите себя будьте здоровы открывать или себя новости или пиво открывайте для себя октоберфест марцин да открывайте для себя новую пивальню но лучше немцев конечно это я хрен знает их там и понюхать и попробовать сам самое то удовольствие ну и стоит они конечно вот до 54 бутылка а когда перестали завозить нам октоберфест она стоила 180 когда я про именно сейчас хобброй который потом появился в прошлом году и уже стоил 300 я такой ну лучше у тракториста вот такие дела и также открывайте для себя новой пивальни связи чем мы будем капитально знакомиться на этой неделе до линеечку сделаем а потом может вторую но это уже не скоро я говорил них линейка большая потому что начало старт какой-то не акте ну и в принципе да был у меня один вятич это был рижская с лицом и джона до александра вот я не выдержал на него сделал обзор и там я тоже не скажу чтобы мне понравилось я прямо запомнил что я бы так бы и забыл тот вкус там туда-сюда да я не помню я помню впечатление это что александр типа похвалил лицо там разместил позволил разместить поэтому я запомнил то есть по социативным каким-то комбинациям и вот неделя началась плохо надеюсь дальше будет все лучше потому что не хочу я говеное пиво пить я от этого уже перерос ну как не хочу приходится сейчас 2 будет ролик между прочим и там посмотрим я мне кажется там будет полная жизнь так что ждем его и прощайся давайте ой 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 ой